Мотовела, потом Баранович и Древ, вы сказали мне, что ваш друг Амедул Набизат, с которым вы просидели вместе, человек, который когда-то пытался реанимировать Баранович и Древ, что у него не получилось. В общем, давайте так сформулирую первый вопрос. На ваш взгляд, самый вопиющий случай отжатия бизнеса в Беларуси? Национализации. Вы знаете, очень трудно найти, очень трудно выстроить эту градацию, этот рейтинг. Почему? Потому что каждый раз, когда нарушается законодательство, это раз. То есть насколько оно глубоко нарушается, по каким формальным поводам забирают собственность, это же все равно преступление. Да, то есть вот Александра Александровича Муравьева обвинили в том, что он формально, формально его обвиняли в том, что он не выполнил обязательства перед государством, не достиг определенных показателей в деятельности Мотовела. Но в реальности, как бы, по документам государство признало, ну, как бы, оно подписало с ним договор, в договоре были прописаны условия, он эти условия, безусловно, выполнил. И предприятие работало прибыльно, ни у кого ничего не просило, ничего не просило из бюджета. И, соответственно, отжатие было совершенно незаконным. На все 100% незаконным. Более того, я читал его приговор, но это как бы, это надо придумать такое, что человек сам у себя украл деньги, да, там, типа 100 тысяч долларов, например, и дать ему за это лет так 10, за то, что он у своего же предприятия взял свои же 100 тысяч долларов, да. И вот на основании этого, лишиться его собственности, это, ну, находится за рамками где-то добра и зла. Скажите, Александр, я прошу прощения, я буду время от времени перебивать, уточняя. Давай. Это совсем не моя тема, просто с точки зрения обывателя интересно, а как это, если человек покупает у государства какой-то бизнес, вот, например, завод, какие обязательства от частного лица вообще, о каких обязательствах мы говорим, что и кому он должен? Он говорит, вот вам миллион долларов, вы, государство, свободны, дальше я. Захочу я его сожгу, продам, переоб... ну, то есть, в чем тут прикол? Какие обязательства взял на себя? Да. Ну, конечно, прикол, когда мы говорим про госсобственность, которая была когда-то даже, ну, понимаем, что Матавелла это собственность еще Советского Союза была, да. То, конечно, как бы так просто это не работает. Есть некоторые обязательства, и обязательства в случае Матавелла, я могу немножко прервать, и Александр Александрович, наверное, посмотрит и скажет опять, ах, ты тут как бы не досмотрел. Но, тем не менее, в целом это выглядело так. Он должен был заплатить сумму, там, миллионов, по-моему, 7 долларов за сами акции. Он брал на себя обязательства в течение, по-моему, 5 лет вложить 20 миллионов долларов в само предприятие. Естественно, брал на себя обязательства сохранить профиль, то есть, как бы нельзя купить предприятие, разогнать персонал и сказать, а теперь будет здесь жилой комплекс. Нет, как бы есть на какой-то период сохранение профиля деятельности предприятия. Простите, а это особенность нашего государства, или это так везде? Вы знаете, что это особенность принципа приватизованных процессов, они бывают разные, да. То есть, но государство, естественно, занимаясь приватизацией, заинтересовано на какой-то период, естественно, ничего не бывает навсегда, да, ничего не бывает на, как бы, на бесконечность. Люди смертные, бизнесы заканчиваются, происходят технологические изменения и так далее, но на какой-то период, например, на 5 лет сохранения профиля предприятия. Естественно, приватизация происходит в нормальной стране, в нормальных условиях именно так. Но, естественно, есть маленькие предприятия, которые, понятно, что они уже сдохли и их надо, как бы, просто пристреливать, тогда таких нет, как бы, условий. А при приватизации больших условий, больших предприятий, вот эта логика, она нормальная. Сумма денег в бюджет, сумма денег в инвестиции, сохранение профиля деятельности предприятия. Но в случае, в случае с Мотовела, знаете, какая там была интересная подробность? По-моему, акция, которую выкупал Александр Александрович, еще раз повторюсь, может быть, я там ошибусь в конкретных подробностях, да, были оценены в 7 миллионов долларов, а потом в обвинении фигурировало, что он купил государственную собственность, там, типа, которая оценивается в 70 миллионов долларов, такой мошенник купил ее за 7. При этом государство само оценивало свою собственность, государство, соответственно, через комитет по госимуществу и оценочные всякие эти самые пропускало все это решение, и, как бы, оно же ему предложило купить за 7. Оно стояло на рынке и говорило, вот оно стоит столько. Ну, то есть, они потом уже пересмотрели эту цену. Да, они пересмотрели и решили, что это стоит в 10 раз больше, но прикол-то в чем с Мотовелой? Прикол в том, что, когда пришли госуправляющие, то оказалось, что предприятие, которое стоит десятки миллионов долларов, требует, срочно требует вливания, а дальше пошли суммы. 7 миллионов, 17, 57. В какой-то момент Ладусь, который был из бюджета, 57 миллионов на возобновление деятельности Мотовела, ну, чтобы построить завод новый за пределами Минска. То есть, уже про никакую успешную работу, про стоимость предприятия, уже речи не шло. Поэтому, конечно, это с той стороны сидят мошенники, которые продают сначала, а потом забирают. Оценить в рейтинге, ну, невозможно, потому что каждый, 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 каждый... Уникальный случай. Он прекрасен. Тот самый... Простите, а Александр Александрович Муравьев сейчас до сих пор находится в тюрьме? Не, не, слава богу, он уже больше года, как находится на свободе, получив 11 лет в результате, там, двух амнистий и пересмотра законодательства. Он вышел немножко раньше, по-моему, там получилось где-то 8,5 лет. Слава богу, он сейчас в добром здравии занимается, занимается бизнесом. Белоруссия? Ну, как... Да ни в коем случае, вы что? Ну, мало ли, я не знаю. Ну, да, как-то... Просто вы так говорите, и логично, к тому, что в добром здравии занимается бизнесом, на улице Притыцкого. Да. А, кстати, о ладуне... Знаете что, все-таки занятие предпринимательством на таком, как бы, уровне предполагает некоторые, ну, некоторые интеллектуальные способности, и, как бы, второй раз посещение СИЗО КГБ, а с ним там действительно происходили страшные вещи, наверное, как бы, перекрывает все возможные выгоды в самой успешной стране мира Белоруссии. Где самый лучший инвестиционный климат, как мы знаем из последних сообщений. А у Ладутька не получилось же Мотовела реанимировать тоже, а почему его не посадили? Или после Муравьева это уже было невозможно? Это очень хороший вопрос. Это очень хороший вопрос, почему не посадили Ладутька, почему не посадили этих ребят из БМБК, из Белорусской биотехнологической корпорации, которые там взяли кучу денег, ну, то есть взяли китайский кредит, который выдан под гарантии правительства, обещали выручку в 600 миллионов в 22-м году, а получили всего 200. И пришли за деньгами опять к Лукашенко. Почему их сразу не заковывают наручники, не везут в то же СИЗО КГБ, не говорят, ай-яй-яй, вы не выполнили государственный план? Это хороший вопрос, почему. Но я хотел сказать пару слов про кейс с Барановичей Древом, про того самого Амида, правильно, Амид на Безада. Да, это как бы, это шведский предприниматель афганского происхождения, в самом прямом смысле слова, без всяческих шуток. Так вот, с ним история была такая. Ему предложили приватизировать Барановичей Древ, были тоже определенные условия, это те же самые условия, как бы определенная сумма сразу, определенная сумма покрытия долгов. Ну да, я забыл еще, что Матавелла, конечно, должна была покрыть долги и покрыла долги перед государством. Барановичей Древ, покрытие долгов и как бы сохранение там, там не было даже сохранения профиля, насколько я понимаю, но поддержку работы определенного количества рабочих мест. И вот история была такая. Как бы он, ну это все проговорили, просмотрели, сделали соответствующие какие-то предварительные заключения и пошли за решением у Лукашенко, собственно, само конечное решение. И приносят, значит, Амиду, ну наш правительство, тот самый Калинин, приносят, да, Амид, конечно, здесь кругленький, в тюрьме он выглядел чуть по-другому. Но, тем не менее, значит, приносят ему это самое решение, да, в котором сумма, которую он должен государству, увеличена в три раза. Без его какого-то спроса. То есть, представьте, что вы договаривались о том, что, ну хорошо, все здорово, выкупаем за, грубо говоря, за миллион долларов, тебе приносят решение, говорят, да, все, класс, договорились, вот как бы договор, а там три написано. И ты уже его подписал, этот договор, или просто еще? Нет, он еще не подписал, но история была такая, что ему сказали, так выполняй, он говорит, подождите, где здесь я? Ну так это же для тебя все сделано, ну это примерно разговор на уровне премьерной вице-премьера Калинина. Он говорит, подождите, в указе президента написано все, что должны сделать вы, правительство должно сделать вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Я же как бы, ну человек предприниматель, действуй по собственной воле. Вы мне принесли в три раза большую сумму, чем она была, я не буду это подписывать. Ну и с этого начались у него проблемы, он тоже задержался в колонии, не на восемь, там, по-моему, лет на семь. Да, и как бы, ну вот, вот я его из камеры фактически вот сюда и направлял. Вот он одевался в камере и ехал как бы вот на эти вот прекрасные истории. Мне вообще отдельно нравится, знаете, отдельно мне нравится, как Брейвик, Брейвик в Норвегии, который застрелил 77 человек на суде, где он оспаривает условия своего содержания, сидит в цивильном костюме без всяких клеток, сидит такой же, знаете, как человек, который там пришел на деловые переговоры. А человек, который вот, извините, большой инвестор в Беларуси, который обвиняется в максимум совершении экономического преступления, почему-то должен как собака сидеть вот за такой железной клеткой. Это отдельно, история наша. Прошу прощения, я не могу понять, силюсь, но вот этот барановичий древ, да, вот пришел Амид, вот он говорит, я готов у вас купить его за миллион. Ходоки говорят, понятно, но мы таких решений не принимаем, идут к отцу. Отец говорит, конечно, без вопросов, три минимум, минимум, а еще лучше пять. Но это мы потом сообщим. Нет, ходоки понимают, что это полный бред и абсурд, но старший приказал. И, соответственно, они эти троечку, да, 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 и говорит Амид, прочитав это, и видя тройку, условно, миллионов, говорит, ну, ребят, ну, я не готов. Спасибо, пожалуй, друг другу руки разошлись, продолжают искать инвестора. Зачем уголовка? Ну, кто еще пойдет сотрудничать с этим, барановичей древ, с этим, с этим, то есть, зачем это все? Объясните мне логику государства. Для чего сажать человека, который, ну... Это не логика государства, это логика чиновников, ведь чиновник, как бы, пришедший, подписавший, прошедший всю, как бы, эту цепочку, подписавший документы у нашего самого главного усатого предпринимателя, да, Лукашенко, да, он уже, как бы, должен, и он уже боится, что спросят с него. И он должен кого-то другого сделать виноватым, да, чтобы не отвечать самому. Я уж не знаю, кто из них конкретно был, конкретно в данном случае лицом, который вел переговоры, был Калинин, да? Это вице-премьер на тот момент, вице-премьер Анатолий Калинин. Да, это был вице-премьер, да. А уж, как бы, кто конкретно там, как бы, боялся за свою задницу и поэтому решил сажать Амида, это надо, как бы, покопаться у их головах, и мне лично это, как бы, неизвестно. Но это такая логика, как бы, или отвечаешь ты за то, что ты провел всю эту цепочку, подписал документы у Лукашенко, ничего не случилось, и Барановичий Древ все висит проблемой. Либо ты должен сделать кого-то ответственным, ну, вот сделали ответственным, как бы, иностранного предпринимателя. Хорошо. Ну, я бы хотел, Костя, ну, я бы хотел выделить, знаете что, вот мы можем говорить каждый кейс, и каждый кейс, он вот такой, то есть там нет красивых, как бы, каких-то историй, которые были бы в рамках законодательства. Но сейчас происходит, происходит такая, знаете, квантовый скачок, да, если можно так говорить, я уж не знаю, насколько это корректно, да. Потому что если раньше говорилось, а все-таки разговор шел относительно старой советской собственности, да, то есть Мотовела, фабрики Спартак-Комунарка, там, вот это вот самое, Барановичий Древ, и многое-многое другое, это разговор был о старой советской собственности. Последний год мы наблюдаем отжатие уже той собственности, которой Советский Союз, и, значит, белорусский народ вообще никакого отношения не имеет. Электростанция Речица, Мюрестил, Макдональдс, да, то есть вот, пожалуйста. Да, да, да. Я именно об этом, я именно об этом, мы видим, видим то, что происходит, и это новая тенденция, это новая история, когда уже отжимают не бывшее мое, которое, ах вы, сволочь, не выполнили какие-то условия, а просто чужое. То есть Макдональдс, это просто чужая, чужая собственность, при этом, конечно, ну, я думаю, что вы это обсуждали уже в эфире, но меня, конечно, повеселило 25 ресторанов, лежащих на земле, и давайте отожмем их Макдональдс. Наверное, как бы в Чикаго, в Чикаго в тот четверг, когда это все обсуждалось, там был переполох, потому что как бы финдиректор Макдональдса звонил, гендиректор Макдональдса, и говорил, слышу, нас там собственность отжимают. Потом они долго искали в компьютере, как бы, какая у них собственность есть, обнаружили, что нет, никакой собственности у них в Беларуси нету, а раскулачили, собственно, казахского предпринимателя, который в Казахстане попал в немилость, поэтому отжали 25 ресторанов у казаха, у дружественного нам, как бы, совершенно гражданина. Ну вот, такая тенденция сейчас. Да, потрясающе. А вот что значит отжать бизнес, да, я хотел бы уточнить вот это формулирование, потому что, например, когда мы говорим про Спартак, помните кейс с... Спартак, коммунарка... Красной пищи, то есть там, там вот это как-то сладкое дело, там сразу несколько было бизнесов Марата Новикова, вот этого предпринимателя, сладкого короля. И вот, например, когда мы говорим о Спартаке, я процитирую, общее собрание акционеров Спартака утвердило изменения в устав общества, согласно которым доля государства и предприятия увеличилась до 60%. То есть собрались акционеры и такие, ну, типа, ладно, 60 и 60. Это называется отжатие или все-таки это что-то такое другое? Нет, это и есть отжатие. Конечно, есть. Это просто одна из методологий. Когда мы говорим про вот открытое акционерное общество, которым являлся Спартак, то методология применяется вот именно такая, как вы сказали. Ну, как это выглядит? Дело в том, что оно не принадлежало на 100% Марату Новикову. Да, там была доля собственности трудового коллектива, насколько я помню. Возможно, там была какая-то доля собственности государства, я уж не помню. Но методология такая. Оно назначается, общее собрание акционеров, оно назначается физически, да, на такую-то дату. Как бы на это собрание акционеров выносится вопрос увеличения, скажем так, уставного фонда. Ну, чтобы проще было. Увеличение как бы самого капитала компании. И, соответственно, принимается решение о том, что да, он будет увеличен на такую-то сумму. И эту сумму предложат внести государству. А Марат Новиков имел возможность приехать, прибыть на это самое заседание из Америки или из, не знаю, где он, Израиль, может быть, находится. Может быть, на Кипре, да. И, собственно говоря, проголосовать за или против это решение. Но он, как бы, зная о судьбе предыдущих людей, желающих отстаивать свои права, благополучно решил, что горе оно огню. Да. И решил не ездить туда. И такое решение было, поскольку он не явился, но несмотря на то, что наверняка там были процессуальные нарушения в процессе, в моменте собрания этих самых акционеров, тем не менее, это решение было принято об увеличении размера, как бы, вот этого самого, ну, основного фонда. И, естественно, оно было принято в пользу государства. Уж перечислило деньги государство или не перечислило, вообще никакого значения в данном случае не имеет. Потому что, как бы, используется оно совершенно разное, разная методология, да, переоценки собственности, вкладов и много-много еще. Но это вот такой способ отжать. То есть, получается, Марат Новиков сам отдал чудовищу свое? Марат Новиков не стал сопротивляться, как бы, творящемуся в отношении его беспределу, и не стал с ним спорить, и не стал с ним бороться на территории Беларуси, предпочтя, как бы, потерять актив, но не иметь дела с белорусскими следователями, не проходить через унизительное каканье на глазах у всех в СИЗО, и многие-многие приятные вещи, которые сопровождают арест в Беларуси. Ну, я обращу внимание, что это один способ отжатия. Есть, как бы, есть сегодняшний способ отжатия того же Макдональдса или, там, тех же МИОР, когда просто в тупую принимается решение, что теперь это собственность государства, как бы, предыдущее юрлицо, оно просто идет в банкротство, а собственность переписывают на новое юрлицо. Поэтому это другой способ, который принимается сейчас, он гораздо более такой прямой и грубый. Ну, и тут был, как бы, ну, какая разница, как именно тебя будут насиловать, там, шваброй или милицейской дубинкой, да? Наверное, ощущения разные, но, по сути, процесс один и тот же. И итог. И итог, конечно. А вот скажите, у меня еще, вот, от меня вопрос, мне очень интересно. Когда колготки Конты включили в состав концерна Белолекпром, это, это как? Это просто так? Нет. Это нормально. Ну, да, это как бы, это, 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 это формальная история, когда, как бы, все, все, там, предприятия определенного профиля просто, как бы, формально подчиняются, там, одной шапке, но это не влияет на его хозяйственную деятельность. Я уверен, что, собственно, Конта самостоятельно принять решение, поэтому не надо. То есть, ну, это, 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 это другое, как говорят. Хорошо. Хорошо. В прямом смысле это не относится к этому, к отжатию, поэтому с колготками все будет пока хорошо. Вот мы разговаривали с Ярославом Романчуковом в понедельник и обсуждали вот эту замечательную фразу Лукашенко. Сейчас я вам его процитирую, если я быстренько отыщу. Значит, социальное разрешение. Грубо говоря, я, наверное, не найду сейчас так быстро. О чем? О том речь, что компании, значит, они обирают белорусов, несчастных, богатея на белорусском нару. Вот, и мы с Ярославом пытались нащупать, ну, это понятно, что это бессмысленно, тем не менее, вот ту грань, где заканчивается, где заканчивается прибыль бизнеса и начинается разворовывание и ограбление белорусского народа. То есть, как бизнесмену, который сегодня приходит на рынок в Беларуси, неважно с чем, с фастфудом или с производством колготок или стали, как мы видим, как бы понимать, где эта грань. То есть, я, ну, в принципе, готов. Хорошо, вот моя прибыль там, ну, там, не знаю, какой у меня оборот будет, 20 миллионов там, условно говоря, ну. А вот завтра 25, там, чистая прибыль такая-то, и вот мне уже надо будет делиться или, ну, если человек это понимал, да, вот видел эти цифры, ну, он бы мог какие-то, как-то планировать. Но этих цифр же, я так понимаю, нету. Никто их не знает. Ну, конечно, конечно, нету. Конечно, знаете, если бы мы с вами находились в состоянии неких договороспособных, как бы, если бы мы разговаривали с договороспособным человеком, то, конечно, мы могли бы вывести какую-то цифру, да, мы бы взяли там среднюю доходность по этому сектору у нас там в какой-то стране и сказали бы, вот тебе 15% прибыли, будь добр, а дальше это уже за счет, пожалуйста, белорусов, поэтому ни в коем случае. На это, если бы мы имели дело с человеком, который размышляет экономическими категориями, которые рациональны. Александр Лукашенко не относится к людям, которые вообще владеют экономической теорией, которые могут анализировать статистику. Он движим некими, такими, знаете, глубинно-народными эмоциями, да. Конечно, он когда-то начитался, наверняка, в этих слабеньких институтах, через которые он проходил, преподавали Маркса, да, и там, как бы, теория про то, что, ай храбь, ай, как бы, те ребята, которые сидят на капитале, как бы, они вот зарабатывают слишком много, а бедный народ страдает. Ну, это, как бы, теория была хороша в 1848 году или 51-м. Вот тогда она была хороша, тогда действительно можно было говорить про то, что у народа нет пенсии, зарплаты хватает только на то, чтобы поесть, и, как бы, в общем-то, это эксплуатация трудового народа. Ну, через, там, ну, через 170 лет ситуация выглядит совершенно, совершенно по-другому, и поэтому лезть вот в эти его дебри, он ведет себя, ну, вот, как бы, слово пацана, да, вот, скорее, хотя это путинские, как бы, скорее истории, но он ведет себя по-похански и, в общем-то, принимает решения, исходя из настроения, исходя из эмоций, и не стремится, знаете, что не стремится? Не стремится создать единое правило игры. А это означает, что он не заинтересован в будущем. То, о чем вы говорили с замечательным Александром Фридманом, да, у него нет никакой картинки будущего, он не строит ничего на будущее. Это сиюминутное решение, вот, с этим же Макдональдсом, ну, пришел, пришел какой-то приятный человек к нему и пропихнул эту идею. И дальше, как бы, наши замечательные службы начали реализовывать просто идею. Ведь, как бы, про последствия, ну, не думает, собственно говоря, никто, просто перед глазами кусок, о, вот у меня есть тут кусок собственности, мне надо его, как бы, забрать, и все на этом. Поэтому, естественно, как бы, поддерживая Ярослава, ну, невозможно найти эту грань, просто потому, что с той стороны человек в неадеквате находится. При этом, вот, собрались тут эти все ученые люди, я имею ввиду Кныровичи, там, Романчуки, извините, что я право. И начинают, вот, хотелось бы правил и так далее, и правил нету. А классовая ненависть во мне закипает. Я вам скажу, в Польше даже закипает. Сейчас я приду к вопросу. Значит, есть большие супермаркеты, есть магазины, где можно купить все, что угодно, в том числе мой любимый томатный сок. Такая баночка томатного сока в Керфуре, в каком-нибудь, большие супермаркеты. Это типа нашего Грина там. В стекле берет. Да, в стекле берет. Стоит 2,59 злотых. Ну, чтобы... За сколько? Пол-литра? И там стакан. Не-не-не, там 250 граммов. Стакан. Да, 2,59 это 2 рубля там, с небольшим. 2 рубля 2 копейки. При этом, существует такая сеть магазинов, как Жабка. И не только, кстати, не только Жабка. Это такая сеть маленьких магазинов, типа наших маленьких еврооптиков, которые вот прям вот в студии у нас Жабка есть. То есть, они везде прям. Просто везде. И там я захожу и смотрю тот же ровно сок, ровно тот же сок, который стоит 7 злотых. То есть, 5,5 рублей. Это твои затраты на бензин до большого магазина. Вот, да. Правильно ли я... И когда я это вижу, я... Блин, я хочу этого сока, но там 2,59, а тут 7. Во мне закипает классовая ненависть. Правильно ли я понимаю, что если бы в Беларуси было что-то подобное, то владельцы Жабки или вот других этих сетевых магазинов, они бы давно уже по 25 лет в плечи без права переписки. Правильно ли я понимаю? Ну, у нас бы не было таких жабок. То есть, конечно же, их бы подрезали на взлете, сказали бы, что вы офонарели, как бы, и все, какие 7 рублей, как бы. И у нас бы не было, понимаете, как правильно отметила Люда, есть цена этого самого бензина, но самое главное, ведь не цена бензина. Самое главное, это цена вашего времени на путешествие за этой баночкой сока до ближайшего Лидла или до ближайшего КРФ. Вот сколько стоит ваше время для того, чтобы вы за одной этой баночкой сгоняли 10 минут туда, 10 минут назад? Оцените. Попробуйте оценить, сколько стоит. Нет, вы сейчас пытаетесь оправдать, я-то понимаю. Ключевой вопрос, может быть, самое главное, это все-таки спрос. Может быть, если они продаются за 7 злотых, а не за 259, то ну окей. А завтра за 10 и будут покупать? Окей. И тогда мы все выясним, что, оказывается, цена времени, цена бензина и всего остального, ну, это вот стоит того. Вы знаете, именно, конечно, но именно в этом состоит, как бы, вообще классическая там экономика, классическая, как бы, там, теория рыночной экономики. У вас появляется сектор, маленький сектор, такой сектор, как магазины под домом, да, где у вас высокая доходность. И туда рванули деньги, люди, технологии до той самой поры, пока доходность там не уменьшится, да, пока там не станет так выгодно, как выгодно сейчас. А потом откроется новый сектор, и там будет высокая доходность. И те же деньги, те же люди, другие технологии рванут в этот сектор. И за счет этого растет экономика. Если вы это все обрезаете, у вас экономика не растет. Она, как бы, стабильно находится в болоте. У вас есть ощущение социальной справедливости, но магазинов под домом удобных у вас нет. И у вас нет возможности расти. В результате, как бы, знаете, вот сегодняшняя новость Польша, Польша 865 миллиардов долларов ВВП, и похоже, что она вошла в топ-20 по размеру экономик в этом году. Это, конечно, сыграли прыжки там. Конечно, прыжки Злотова и, как бы, к доллару, да, и тем не менее, все-таки, вот таких, в натуральных единицах 865 миллиардов, ну, и по-хорошему, в топ-20 надо бы уже. Потому что ее экономика там, ну, больше, чем экономика некоторых стран, которые входят в эту, как бы, мировую двадцатку. Это, конечно, игра, там, игра курсов, да, в России в этом году, знаете, когда Путин в прошлом году гордился, что он там больше, чем Германия, так в этом году будет обратный эффект, да, это игра курсов. Но, тем не менее, рыночная экономика растет. В рыночной экономике есть естественные, как бы, естественные, некие такие правила, и в результате люди живут лучше. Ну, так оно работает. Если вы начинаете резать, если вы начинаете регулировать, люди живут хуже. Им кажется, что они, как бы, находятся в более стабильной среде, нету этих противных, там, жирных котов, но вместе с жирными котами уходит и ваша зарплата, понимаете? Поэтому это работает вот так, ничего нового тут, как бы, придумать, естественно, нельзя. Ну, такой у нас мир. Олег Новича же знаете, конечно, экономиста нашего, он сказал недавно, что с 2012 года, вот сейчас 10-12 лет уже прошло, с 2012 года экономика Беларуси выросла на 5%, а экономика Польши, Литвы и Латвии на 40-45%. Абсолютно. А экономика Китая выросла на 80% за этот же период, и в Китае 92% уже частного бизнеса доли в экономике, да? То есть, естественно, естественно. Знаете, есть такая условная цифра, о которой говорил Дмитрий Круг, если, ну, я могу ошибиться в подробностях, но если экономику не сдерживать, если не принимать вот эти самые меры, то там средний рост экономики должен быть около, там, 3%. Естественно, за 10 лет накопительным эффектом у вас было бы, там, 30-40%. И вот эта вот разница между тем, что белорусская экономика выросла на 5%, я что-то сомневаюсь, по-моему, там было минус 1% до прошлого года, сейчас должно быть, там, плюс 3,5%. Ну, неважно. Ну, есть такие данные. Да, и разница между тем, какая она должна была бы вырасти процентов на 40 за 10 лет, и тем, как она выросла всего лишь на 5%, отражается в уровне жизни на треть, да? И это, как бы, и есть цена за выбранную модель развития, за выбранную модель развития Лукашенко, конечно же, не народом, народ тут ничего не выбирал. Поэтому, ну, посмотрите, просто обратите внимание, да, что продает пропаганда. Пропаганда продает белорусам две вещи. Отсутствие войны на территории Беларуси и то, что вы можете нормально поесть. Да, вот эта вот история про продовольственную безопасность, про цены в магазинах, типа у нас так дешево, все, конечно, хотя, конечно, не дешево. Так много всего, мне так нравятся эти пропагандистские ролики, так много, 15 видов сыра. В 24-м году, 21-го столетия, радостью белорусов должно быть то, что у них есть еда. Насколько это убого. Понимаете? Да. И, как бы, если мы посмотрим на страны Европы, да, ну, то войны нету там 80 лет во всей Европе, ну, кроме там стран Скандинавии. И почему-то там без всякого Лукашенко со сменой власти регулярной, со сменой там, с нормальным политическим процессом во всех странах, как бы войны тоже нету. А едят они, простите, лучше. Тратят на еду там около 20% в среднем по Европе, там 7% тратят в Великобритании, там 10% в Бельгии и Франции, а у нас тратят 40%. При этом то, что белорусы могут поесть, почему-то все еще достижение. Поэтому вот в этом живем и, ну, что, будем жить дальше. Вы про Скандинавию сказали, вы Балканы имели в виду, а не Скандинавию, наверное. Конечно, конечно, да, извините, я оговорился. Конечно же, я имею в виду начало 90-х годов, ну, собственно говоря, трагедия, с моей точки зрения, то, что происходило на Балканах. Александр, у вас есть еще несколько минут для нас? Конечно, для вас всегда. Спасибо. Во-первых, я хочу предложить нашим зрителям, которых более 3200, сейчас, ну, 300 было, 350, вот так. Не сидеть сложа руки, а взять и просто поставить пэмк лайк. Поставить лайк, потому что это важно, работаем для вас, ребята. Это плюс еще подписаться на канал, это тоже важно. Я уже не говорю про спонсорство. Ну, надо бы вам нас спонсировать, как, например, Роман Пуденков, который задонатил 12 злотых. Плюс мы хотели бы еще также рекомендовать вам подписаться на канал Александра Кныровича в Ютубе. Он уже в чатике есть, смотрите, пожалуйста. Конечно, ссылка в чатике, ссылка будет в описании, пожалуйста, подписывайтесь. Так, очень прозаично, называется Кнырович. Ну, как бы так. Ну, подарили подарок, победил победитель. Очень, очень скучно, скучно очень, да. Но видео-то не той характеристики, которую вы только что дали названию своего канала, поэтому подписывайтесь. И сейчас хочется тоже узнать ваше мнение о повестке. Немножко сделать такой маленький блок, вот Хапун. Никогда такого не было в истории Беларуси, чтобы, ну, я имею в виду после 20-го года, чтобы прям вот так, 100 человек. Даже в Мочулище когда были, сколько там, человек 50 лет. Ну, наверняка, только когда по Координационному совету ходили. А их все равно не больше, или больше? Нет, не больше 100. Обыск был, по-моему, более сотни человек. Да, более сотни? Ну, в общем, короче, порядок. Там 140 обысков было, когда было сделано Координационного совета. Не задержали толком никого, потому что, ну, все, кто был в Координационном совете, находятся за рубежом Беларуси. Но 140 обысков было, да. Ну вот, а сейчас задерживают, причем задерживают и бывших политических, и родственников политических. Ну, как бы, генеральная версия – это нельзя принимать подачки от… нельзя быть солидарными. Вот такая генеральная версия, правильно? Сто процентов. Именно такая. Именно такая, ну, где-то протекло в какой-то базе, которые те, кто оказывал помощь политзаключенным, родственникам, позаболись заключенных, и, как бы, хватило совести, хватило, как бы, стыда у этих ребят, как бы, из нашего МВД, уж не знаю, кто там, какая структура этим занималась, пойти и, как бы, арестовывать людей за то, что им кто-то помогал. То есть не то, что они кому-то помогали, да. Понятно, что это уже практика, если ты кому-то помогал, то будь добр, там, взнесись и чувствуй себя виноватым за эту самую солидарность. А теперь, как бы, за то, что тебе помогали. Оказывается, тоже у нас есть такая ответственность. Это, ну, я не могу понять, а бьюсь и плакать не велят. То есть это запрет просто на человечность такой начинает, да, типа, ну, ребят, мы вас будем избивать. Вы знаете, это проявление логики, в которой государство это все. Ты не можешь, как бы, ничего, ничего иметь другого, ни с кем другим иметь никаких сношений, естественно, никакой, как бы, там, помощи, никаких, как бы, горизонтальных связей, кроме как с государством. То есть это попытка, такая совершенно орловская попытка выстроить, как бы, выстроить вот такое государство. Естественно, в реальности оно, конечно же, невозможно, так не будет работать. Но логика это есть. И, как бы, и вот попытка насадить эту совершенно сумасшедшую логику. Ну, для меня это, конечно, в первую очередь говорит о том, насколько они там боятся, да. Потому что, если бы ситуация была действительно стабильна, если бы не было у них страхов перед белорусским народом, а те самые, я повторю свою мысль, которую я, как бы, повторяю каждый раз. Те самые люди, которые проголосовали за перемену, за Тихановской, они никуда не делись. Да, из них там 10% находится за рубежами Беларуси, но 90% находится внутри самой Беларуси, и они не изменили точку зрения на происходящее, они лишь укрепились в своей собственной вере. И именно поэтому боится Лукашенко и его окружение. Но, напомню, что их электорат, это примерно 30% населения страны, и он постоянно сужается. Естественно, путем люди умирают. Более того, их электорат, как правильно подчеркнул однажды Андрей Вардаманский, это люди, которые хотят отдать свое собственное право на волю, на свободу государству и сидеть на диване. И сидеть и ничего не делать. То есть, их электорат, это не те люди, которые выйдут на улицу, которые будут помогать друг другу, которые в случае, если что-то произойдет с Лукашенко, пойдут за его переживать и сражаться. Нет, это люди, это зрители телеканала «Заренок» и так далее. И поэтому, когда начнет умирать тело, сколько людей выйдет поддержать, просто поддержать нашего президента самостоятельно. Ну как же вы, два автобуса закажут? Я не говорю о заказанных автобусах. Давайте так, когда уже некому будет заказать автобусы, сколько людей... Вот, да, сейчас такое... Сбросится на пульсоксиметры? Да нет, дело не в этом. Просто вот поле, ветер в Беларуси, вдруг наступила тишина, кто-то умер, и вдруг наступила тишина. И у всех есть возможность выйти на улицу с любыми политическими воззрениями. Мне интересно, сколько добровольно выйдет красно-зеленых на митинг с тем, чтобы обозначить себя в этом пространстве, и сказать, мы все-таки за тот курс, который был. Ну, 7 человек, 8. Вот я хотел сказать, пару человек выйдет, потому что даже среди БЧБ они были, были люди с двумя флагами. Вы знаете, я видел, на моих глазах происходила попытка собрать работников колонии на тот самый митинг, который планировался. Однажды, если помните, Лукашенко сказал, а мы соберем 300 тысяч человек в октябре 2020 года. И на моих глазах происходила вот эта попытка собрать, как бы отправить людей от колонии. Это же все, естественно, было в приказном порядке. И вот как они думали о том, где они возьмут автобус, потому что у колонии нет автобуса. Его надо попросить в Витебском каком-то транспортом. А эти же транспортники скажут, что надо заплатить за это. А в бюджете, как бы, колонии, естественно, денег нет. Если просто так заплатить, так потом уже придут прокуроры, накажут за то, что ты, как бы, неправильно потратил деньги. Тебя же еще за это и прижмут. А кто поедет в воскресенье, не в воскресенье у всех, дачи, тещи, рыбалка, и, как бы, чуть ли не на палках, на этих, на спичках выкидывали, кому быть несчастным, поехать, как бы, в воскресенье. То есть там такой душевный подъем поддержки даже тех людей, которые лояльны, да, что, конечно, ну вот надо понимать, что вот этот, что это такая ситуация, что эти 30% это очень пассивные, пассивные граждане, да, которые не хотят никаких перемен, перемены, которых страшат, но они не пойдут ничего делать. Так вот, я вернусь к мыслям. То есть все все понимают, как говорит один, как бы, ведущий одного из каналов, все все понимают, и именно поэтому репрессии не останавливаются, именно поэтому вот эта попытка наказать просто за мысль уже, ну почти за мысль, за принятие, как бы, за принятие вспоможений. Если бы было настроение, если бы была цель все-таки как-то успокоить страну, все-таки как-то привести к единому знаменателю, все-таки показать, что белорусы это не только то меньшинство, которое поддерживает Лукашенко, но и все белорусы вместе, то, конечно, действовать надо было бы ровно наоборот. То есть нужно было бы открывать тюрьмы, да, нужно было бы давать амнистии, нужно было бы открывать границу, не пугать тех людей, которые могут вернуться и создавать ценность в стране. Сегодня главная проблема в экономике – нехватка рабочих рук, потому что уехало там несколько сот тысяч человек. Но этой цели нету, а есть цели вот такие маленькие, как бы такие на пару дней локальные и так далее, поэтому, ну вот, живем, живем в том, в чем живем. Насчет, кстати, поддержки... Что вы с лайками с этими? Я вас умоляю, было 670, сейчас 690. Нет, а жмем мы эти ваши лайки, да боже мой. Моё моё, ну ей-богу, я просто... Насчет поддержки, там, сказать, поменялись ли цифры соотношений, вы говорите, что никуда не делись те люди, которые, да, голосовали за Тихановскую, а я еще вот всегда в разговорах привожу такой аргумент. Вы вообразите только под... Сколько десятков тысяч административок было, да, уголовные дела, несколько тысяч. И это ж не какие-нибудь единицы, выхваченные из наших рядов, у которых ни друзей, ни родственников, ни коллег и так далее. За каждым человеком 10-20 тех, кто ему сочувствует. Кто-то сильнее по причине родственных связей, кто-то там менее сильно, но не так сильно. Но все равно 20 человек за каждым тянутся. И теперь просто тупо математически подсчитайте. А я далек от мысли, что человек, который прошел даже административное какое-то наказание, от штрафа, начиная, заканчивая сутками, он вдруг вышел из камеры и сказал, ну, был неправ, да, теперь я понимаю, что дважды два – это пять. Я говорю, Горич, прям, ну, каюсь. Вот, поэтому тут даже математически, мне кажется, можно подсчитать, что не все так радостно у них. Поэтому вашу мысль относительно страхов, я его страхов, я разделяю, конечно, безусловно. Субтитры сделал DimaTorzok